приготовим особые баклажаны ничего схитровать в них не будет будет баклажаны и просто сыр пармезану или пармезан как мы говорим важный момент чтобы эти баклажаны с этим пармезаном сыграли скажем так в команде чтобы получился уникальный вкус поэтому мы сегодня будем жарить а подавать и сервировать только завтра как и картофель тоже мы тоже его сегодня будем варить но подавать и сервировать только завтра некоторым продуктом нужно полежать для того чтобы получился уникальный давайте подготовим наши баклажаны возьмите сковородку гриль ну или любую сковородку которая у вас есть нам нужна форма видите я использую вот такую вот глубь достаточно глубокую форму я буду заполнять нашими баклажанами и ее полностью нам нужно с вами получить тоже достаточно объемный кусочек баклажана берете форму закрываете и пергаментной бумагой нам понадобится с вами сыр пармезану пармезан вот натираем на мелкой терочке так баклажаны я взял два баклажана на тот случай если вдруг не не будет достаточно одного ну там посмотрим уже по ходу пьесы давайте его подготовим краешки срезаем нарезаем его вот такими пластинами в среднем пластина около сантиметра видите немного просаливаем каждую пластину баклажан чуть-чуть черного перца совсем немножко баклажаны отдают свой сок помните сильно не солить все у нас с вами должно быть гармонично включайте свою сковородку греть ее максимальный огонь оливковое масло кисточка но оливкового масла может быть одну четвертую стакана на мелкой терочке натираем пармезаном баклажаны немножко надо отжать от сока она помешает плита работает максимальная температура мажем маслом наши баклажаны масло в сковородку нет необходимости наливать нам нужно контролировать жирность баклажан если мы будем с вами добавлять масло в сковородку то баклажаны вы же знаете как они впитывают свежим мы не сможем контролировать и наше готовое блюдо получится чрезмерно тяжелым и жирным оливковое масло даст невероятный вкус мамами так вперед жарим до половины готовности то есть нам нужно с вами получить красивый цвет рисунок гриля ну соответственно вкус гриле он передаст нам если мы это бы делали с вами на костре было бы конечно бы еще лучше ну вот так вот замечательно пока лажанчики наши готовы у меня в среднем здесь полтора баклажана я все-таки выбрал хорошие кусочки ровненькие для того чтобы получилось наше блюдо идеальным так смотрим баклажан слишком большой значит соответственно нам надо его подрезать и засыпаем слоем пармезана среднем получается и 3 столовых ложки на один слой пригорели включайте духовку на 180 градусов ставим минут на 20 на 25 вот так должна выглядеть наша картошка закрываем ставим холодильник у меня прошло 25 27 минут вот смотрите что мы должны сами получить они закипели сыр начал плавиться закрыли пергаментной бумагой придавили так чтобы у нас была красивая форма будущего блюда охлаждаем до комнатной температуры затем ставим в холодильник у меня прошла ночь посмотрите как выглядит наша картошечка и баклажан обратите внимание видите какие они плотные стали тоже убираю в сторонку пока картошечка жарится одна сторона когда мы будем переворачивать и на вторую сторону мы с вами положим баклажан будем вытаскивать его красотища да обалдеть теперь мы с вами должны его подготовить обрезаем все это потом скушайте сами гостям нужно подать так чтобы это было идеально мы с вами приготовим две порции все что осталось положите обратно формочку в которую вы запекали закрываете пленочкой убираете в холодильник если вы не собираетесь сервировать вот этот баклажан будет у вас хранится в холодильнике не менее недели сделаем с вами квадратики вот что у нас с вами должно было получиться баклажан сырок все очень гармонично красиво у меня прошло 15 минут картошечка одна сторона уже поджарилась я чувствую ну да то что нужно то что доктор прописал кладем баклажан и еще 10-15 минут 180 градусов ну вот друзья такое вот блюдо вот это называется высокая кухня продукты все привычные то что мы можем найти спокойненько в наших супермаркетах а как приготовить вы уже знаете баклажанчик невероятно изысканный вкус всю ночь он полежал в пармазане они обменялись своими вкусами невероятно водой и 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 Продолжение следует...